Всем привет! Довольно часто, когда студенты работают над новыми проектами в нашей лаборатории, особенно начинают новые проекты, возникают достаточно типичные вопросы. Сегодня хотелось бы как раз поговорить о паре таких вопросов. Первый из них относится к паролям и как их лучше хранить в своих системах, в своих продуктах. Конечно же понятно, что пароли лучше не хранить в открытом виде. То есть, если пользователи вам присылают какой-то пароль, то и вам нужно его проверять. Наиболее типичным подходом к его сохранению является хранение хэша самого пароля, вместо того, чтобы хранить пароль в базе данных. С одной стороны, это обеспечивает безопасность такого пароля, потому что в базе данных есть только хэш, а функции хэширования в большинстве своем необратимы. И по хэш-функции практически невозможно узнать, какой пароль был на самом деле. Однако, с этим есть некоторая проблема, некоторая сложность с точки зрения безопасности. Если у вас несколько пользователей используют один и тот же пароль, то в конечном итоге вы можете увидеть, что хэш-функция будет выдавать вам для вашего пароля одни и те же результаты. Если это будет не так, то вы не сможете пароль проверять. То есть, пользователь будет присылать вам на проверку пароль, вы будете высчитывать хэш-функцию, и если хэш-функция зависит от времени, то результаты хэширования будут разные и они будут отличаться. То есть, пароль вы проверить не сможете. Более совершенным и рекомендуемым в настоящее время способом хранения пароля является хранение пароля при помощи соли, когда вы перед тем, как вычислять хэш, подсаливаете переданный пользователям пароль. Что же такое соль? Соль на самом деле любая случайно сгенерированная строка. Когда пользователь присылает вам пароль свой, вы для него первый раз, когда вы сохраняете, генерируете в какую-то случайную строку. У нее может быть произвольная длина и произвольное содержимое. Потом эта строка конкретинируется вместе с паролем и хэш уже этой записи хранится в базе данных. В чем достоинство такого подхода? Главным достоинством является то, что когда вы генерируете пароли для разных пользователей, которые выбрали для себя одинаковые пароли, то получается, что хэш-функции будут давать у них разный результат, так как пароль перед хэшированием будет конкретинирован вместе вот с солью, случайно с генерированной строкой. А эта строка каждый раз генерируется уникальным образом и она даже не является секретом. То есть в базе данных, когда вы храните, вы храните в открытом виде соль и хэш-функцию, потому что она совершенно, ну соль сама по себе не несет никакой смысловой нагрузки и не позволяет приблизиться к вскрытию вашего пароля. Второй вопрос, который довольно часто задают студенты и не только на самом деле студенты, но и такой вопрос часто встает при коммерческой разработке, что использовать в роли идентификаторов. Когда мы с вами говорим о идентификаторах, мы с вами говорим практически о всех скучностях, которые мы хотим сохранять в базе данных. Да, это у каждого проекта может быть десятки таблиц, да, и для всех объектов нам нужны какие-то идентификаторы, по которым мы могли бы связывать таблицы между собой, быстро получать объекты, допустим, раскладывать объекты в кэше, быстро получать оттуда. В общем, идентификаторы являются на самом деле весьма важной частью и серьезный подход к тому, чтобы выбрать, что из себя представляют идентификаторы, это довольно важно. Когда мы с вами говорим о идентификаторах, следует посмотреть, какие характеристики, какие требования к ним могут выдвигаться. Например, глобальная уникальность. Если у вас распределенная система и вы можете сохранять на разных углах одни и те же сущности, то вам необходимо, чтобы ваши идентификаторы генерировались каким-то уникальным образом, чтобы у вас не было коллизий. Допустим, если у вас несколько узлов могут выдавать такие идентификаторы, то получается, что надо это делать таким образом, чтобы коллизий не было. Если у вас система централизованная и вы генерируете идентификаторы ровно в одном месте, то таких проблем, конечно, не будет и вам будет проще обеспечить глобальную уникальность. Второе, это то, что идентификаторы удобно делать такими, чтобы можно было их сортировать по времени создания объектов, так как зачастую на одни из наиболее популярных механизмов сортировки и запросов на сортировку это получить наиболее свежие записи или самые старые, или листать по истории, допустим, по неделям, по месяцам и так далее разные сущности. Поэтому очень часто хорошо было бы, если бы наши идентификаторы были каким-то образом привязаны ко времени и можно было этим временем пользоваться. Следующее, что тоже бывает полезно, да, сортировать не только по времени, а в принципе сортировать. Тогда идентификаторы лучше работают те, которые являются чисто числовыми. Их действительно проще будет сортировать, чем строки меньше у вас разных вариантов того, как это может быть сортировано и прочие вещи. Еще один вопрос, который часто возникает, так как у нас идентификаторов может быть очень много, да, мы можем создавать сотни, тысячи, десятки, миллионы сущностей, да, получается, что каждая запись, которую вы сохраняете в вашей базе данных, какой бы она ни была, будет сохранять с собой и идентификатор. Поэтому, когда мы говорим о том, что размер идентификатора важен, мы должны с вами действительно серьезно к этому отнестись. Допустим, если у вас есть миллион записей и у вас идентификатор будет, допустим, 2 байта или 4 байта, то на миллионе записей это уже будет действительно большая разница. Поэтому в зависимости от ваших задач вы должны серьезно подойти к вопросу именно выбора для динтификатора. Например, если вы возьмете 32 бита, да, то есть 2 в 32 степени, да, это вам примерно 4 миллиона записей. Если вы понимаете, что количество сущностей в вашей системе может это быстро превзойти, то, то и 4 миллиона для вас не потолок, то тогда, конечно, лучше обратиться к какой-то другой размерности. Например, другая крайность, например, 128-битные идентификаторы, но заполнить такое большое пространство индексов, да, такое большое пространство вам будет весьма непросто, и получается, что большое количество данных в вашей базе данных будут просто пустые, полупустые поля, где отложено место под очень большое число, да, а вы храните там весьма маленькие значения, и получается, что вы неэффективно расходуете дисковое пространство, и что более важно, оперативную память, так как многие записи из базы данных, которые вы читаете, кэшируются. Поэтому в большинстве случаев для серьезных крупных проектов 44-битные идентификаторы являются довольно хорошим компромиссом, и они, ну, чисто статистически, мне кажется, наиболее распространены. Следующий параметр, да, это высокая масштабируемость и низкое время того, как ваши запросы, ваши идентификаторы генерируются. Когда вы создаете большое количество сущностей, вы должны понимать, что ваши идентификаторы должны уметь быстро создаваться, да, когда вы создаете сущность, вы должны уметь быстро получать новые идентификаторы. Если у вас алгоритмы генерации сложные, если у вас распределенная система, и, допустим, вам нужно обращаться к центральному хранилищу идентификаторов, чтобы оно генерировало правильные, уникальные идентификаторы и так далее, то понятно, что с большой скоростью идентификаторы вы создавать просто не сможете, потому что у вас слишком долго будет занимать процесс их генерации. Итак, в большинстве случаев, когда мы разрабатываем с вами распределенные системы, нам нужны какие-то механизмы распределенного создания идентификаторов. В качестве требований мы с вами выявили то, что они должны быть глобально уникальные, у нас должны быть они хорошо сортироваться по времени, у нас должны быть они по возможности номерными, да, по возможности 64-битными, а также они должны позволять нашей системе хорошо, легко масштабироваться, и создать идентификаторов у нас не было узким горлышком во всей нашей системе. Какие у нас есть варианты? Как мы можем создавать? Первое, конечно, что приходит в голову, это положиться на базу данных. Большинство баз данных умеют работать с полями типа автоинкремент, когда вы добавляете новую сущность в базу данных, то они просто у вас, в каждой новой сущности создается новый идентификатор. Какие есть достоинства этого метода? Да, самое главное, это очень просто. От вас ничего не требуется, и легко создается идентификатор, и это сделает база данных. Второе, это то, что получается, что у вас это хорошо работает только в условиях небольших решений, когда вы можете в большей степени полагаться на вашу базу данных. Если у вас система распределенная, или если у вас используется полиглотный подход к проектированию базы данных, у вас несколько разных хранилищ, и вам требуется, чтобы у вас как-то были выровнены, хотя бы по технологии и по методогенерации идентификатора в разных базах данных, это может быть сложно реализуемым. Второй вариант, за который очень многие берутся, это использование UID. UID, конечно же, всегда глобально уникальны, потому что они зависят от текущего таймстемпа, от текущего времени. Именно поэтому они решают во многом проблему распределенной генерации, потому что они точно будут уникальными, и с ними довольно легко работать. Но какие у них есть недостатки? В соответствии с нашими требованиями, первое, это то, что они очень большие. Плюс они не только большие из-за большого количества символов, они еще и строковые. Поэтому в зависимости от того, как вы это записываете, все равно идентификаторы получаются очень большими и очень тяжеловесными. У нас был собственный проект, в котором мы использовали такие идентификаторы, и при полной загрузке его данными, которые мы хотели загружать, у нас получалась база в районе 4 гигабайт. После того, как мы перешли на численные идентификаторы, которые были существенно меньше и короче, мы сократили размер нашей базы данных вдвое, что я считаю очень наглядный показатель того, насколько неудачный выбор идентификатора может повлиять именно на потребление ресурсов. Следующее — это то, что называется Database Ticket Server. Например, когда у вас используется что-то очень близкое к автоинкрементному полю, но у вас в базе данных, допустим, есть какая-то хранимая процедура, которая делает больше работы по генерации. То есть это не просто следующее инкрементное поле, а это каким-то образом генерируемая последовательность, которую вы используете в качестве генератора. Здесь проблемы ровно те же самые, которые у вас есть еще и при обычном подходе с автоинкрементными полями. То есть вы жестко завязываетесь на вашу базу данных, она у вас должна быть центральным хранилищем всего, а если у вас несколько баз данных, вам уже сложно согласовать между собой данные из них. В общем, у этого подхода есть такие же недостатки, как и у подхода с автоинкрементными полями по базе данных. Следующий подход, о котором стоит поговорить, это подход Redis. Когда у вас есть несколько Redis-сущностей, допустим, Redis-A и Redis-B, и вы в нем генерируете индексы такие, как в первом нечетные, во втором четные, достоинства, что вы полагаетесь, опять же, только на базу данных. Второе — это то, что когда вы используете такой подход, то добавление или уборка Redis-серверов вызывает дополнительные сложности в том, как вы генерируете айдишники, потому что каждый Redis-сервер имеет свой шаблон, по которому он их генерирует. Допустим, у одного четные, у другого нечетные, вы добавляете третий сервер, и какие он будет генерировать, совершенно непонятно. Поэтому такая конфигурация, она тоже довольно сложна, и ее сложно поддерживать и масштабировать. Понятно, что когда мы поговорили обо всех этих методах, мы много говорили о достоинствах и недостатках, и здесь, как мы уже заметили, когда мы с вами говорим про разные генераторы, я много говорю о том, что эти не очень хороши, те не очень хороши, а есть ли тогда все-таки хорошее решение, которое действительно справляется со всеми поставленными задачами. И на самом деле такое решение есть, и оно было предложено компанией Twitter, и называется Snowflake ID. Идея Snowflake ID базируется на собственной библиотеке, которую предложил Twitter. И оно одновременно является open-source решением, то есть его легко использовать. Оно довольно широко применяется в индустрии. Уже многие компании в своих решениях, в своих продуктах стали полагаться на Snowflake ID. И также самые крупные и самые известные, кто его использует, это компании Discord и Twitter для своих работ.